Добрый день, коллеги! Я рада всех приветствовать на 49-м вебинаре цикла Ryex Sustainability. Сегодня наша тема ESG в лесной отрасли. Сегодня с нами гостевой спикер Николай Иванов, управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политики Сигежи Групп. Также сегодня будет презентация от моего коллеги Дениса Анухова из рейтинговой службы. Мы поговорим про ESG-оценку предприятий лесной отрасли, ESG-рэнкинг компании лесной отрасли и его лидеров, и про ESG-практики Сигежи Групп. Денис, передаю дальше слово вам. Спасибо. Так, меня слышно. Отлично. Начну с наших традиционных обновлений и информации о нашей ESG-базе, которая состоит из отчетов по ESG. Рейтингом компаний. На данный момент вышло последнее обновление 14 мая. В рамках проекта нашей базы уже включено 121 российская компания из 20 отраслей, в том числе компании лесной отрасли. Отчеты доступны для приобретения. И на основании отчетов и ESG-рейтингов построен ESG-рэнкинг всех компаний, которые также можно увидеть на нашем сайте. У нас еще был слайд с общим количеством компаний. Так, одну секунду. Видимо, мы его скрыли. Поэтому, ну в целом, компании представлены по различным отраслям. Вы видите, больше всего представлены у нас сейчас на данном моменте уже 26 компаний химической отрасли. В ближайший месяц мы будем презентовать отдельный субрэнкинг компаний агрохимии, нефтехимии и будем приглашать спикеров из данной отрасли. Но сегодняшний вебинар посвящен лесной отрасли и лидерам нашего субрэнкинга компании данной отрасли. Поэтому я хотел бы остановиться, во-первых, на важности оценки предприятий лесной отрасли, почему мы решили расширить нашу базу, наш рэнкинг. Для бизнеса, деятельность, которая связана с использованием древесины, лесов, будь то производства материалов, либо биотоплива, соблюдение принципов устойчивого развития имеет особое значение и свою специфику. Это обусловлено прежде всего важностью лесов в контексте актуальных для человечества климатических проблем. Леса играет одну из важнейших ролей в достижении целей Парижского соглашения по климату путем снижения концентрации углекислого газа в атмосфере. И с другой негативной стороны нерациональное, неконтролируемое использование лесов представляет серьезные препятствия для достижения данных целей. Поэтому одной из 17 целей устойчивого развития ООН является цель номер 15. Это сохранение экосистем суши, в которые входят защита и восстановление лесов, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение обращения процесса деградации земель и утраты биоразнообразия. В свою очередь в России также в начале этого года была утверждена обновленная стратегия и развитие лесного комплекса до 2030 года. Данная стратегия предусмотрен переход к рациональному и устойчивому лесопользованию и сохранению экологического потенциала лесов, так как в России сконцентрирована, по сути, пятая часть лесов мира, и это является важным поглотителем углерода для всего земного шара. Поэтому, помимо факторов, связанных с изменением климата, деятельность компании лесной отрасли, она также создает ряд существенных проблем, экологических проблем, социальных проблем. Поэтому комплексная оценка данных компаний с использованием ESG-рейтинга позволяет определить, как компании справляются с данными рисками и составление уже на основании рейтингов, рейтингов позволяет сравнить компании между собой и понять, кто является лидером, а кто отстает. В процессе нашей ESG-оценки компании мы анализировали комплекс рисков, которые относятся как к окружающей среде, так и к социальной сфере и корпоративному управлению. Но на данном слайде я хотел бы акцентировать ваше внимание прежде всего на экологических рисках, так как они, по сути, являются одними из существенных для лесной отрасли. И в нашей модели, в нашей оценке, вот вы видите на диаграмме справа, экологические риски составляют 37% всего веса. Для лесного хозяйства наиболее существенными рисками является, во-первых, управление лесами. Это оценка и управление вопросами сертификации древесины по стандартам, например, FSC. Сохранение лесов с особым природным статусом, в котором обитают редкие виды флоры и фауны. Сохранение лесов для использования их коренными народами. Если мы говорим о лесной деятельности в местности, где обитают люди. Также для лесной отрасли важны вопросы изменения климата, которых я упомянул ранее. Здесь предусматривается внедрение компаниями стратегии управления рисками и возможностями в связи с изменением климата. Важным является фактор воздействия на окружающую среду через загрязнение воздуха, водных ресурсов, сброс точных вод. А также вопросы энергопотребления и потребления воды для своей хозяйственной деятельности. Кроме того, для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и производителей упаковки для них важно управление цепочкой поставок древесины. Анализ рисков поставок древесины, происхождения этой древесины. Является ли она, допустим, древесиной в результате незаконных вырубок или без сертификации. То есть, соответственно, проанализировать, какие риски существуют в цепочке поставок данной компании. В итоге, в совокупности всех этих факторов мы проанализировали 9 компаний отрасли и сформировали первый рэнкинг лесной отрасли в России. В данный рэнкинг включено пока только 9 компаний. Представители и сеть цепочки от лесозаготовки до переработки и производства продукции из древесины. В выборке представлены самые яркие представители отрасли, крупные российские компании, а также предприятия, входящие в международные холдинги. Источником информации служили публичные отчетности компаний, в наших планах добавление новых участников, а также расширение данного рэнкинга. Что можно отметить? Во-первых, лидерами текущего рэнкинга лесной отрасли являются Сегежа Групп, которая заняла первые места по экологии и по социальной сфере. На втором месте завод УПМ Чудова, который входит в группу, в одноименную финскую группу, а в тройку лидеров также вошла компания Связа. Также необходимо отметить Архангельский ЦБК на четвертом месте, который, однако, занял по экологии и социальным факторам, он вошел в тройку лидеров. Если говорить о средней оценке, которую вы видите справа, то общий ESG рейтинг всех компаний, входящих в лесную отрасль, составляет всего лишь 31 из 100 баллов, что обусловлено, прежде всего, распределением компаний в сторону более низких оценок. Как вы видите, что наиболее высокую оценку получил раздел Governance 44%, в то время как социальная и экологическая сфера получили только 31 и 19 баллов соответственно. Основная причина такой слабой оценки кроется, прежде всего, в низком раскрытии информации в отчетностях компании. И это нам не позволяет объективно оценить, как же компании справляются со своими рисками в сфере экологии и социальной сферы. Я думаю, что компании будут улучшать свою отчетность, и это нам позволит более объективно оценивать их уже в следующем отчетном периоде. Остановимся буквально на несколько слов на наших лидерах. Я хотел бы сказать, что Сегежа Групп – это один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов. В апреле группа утвердила стратегию и политику в области устойчивого развития, но об этом расскажет наш гость подробнее. Завод УПМ Чудова – это завод в Новгородской области, часть фанерного бизнеса финской группы УПМ. Несмотря на то, что бизнес в России у этого завода достаточно сравнительно невелик, на предприятии распространяются все политики и практики обязательства группы в направлении ESG, которая и группа в целом соблюдает все принципы устойчивого развития и стремится к улучшению экологических показателей. И третий лидер – это КСВИЗА, крупный производитель березовой фанеры в России. Компания демонстрирует вовлеченность и в 2020 году компания впервые выпустила свой отчет об устойчивом развитии, где описаны действующие в компании ESG политики и показатели. На этом я хочу передать слово нашему гостю. Спасибо. Денис, еще на секундочку можно предыдущую таблицу? Да. Хотела бы отметить интересный информационный момент, который мы заметили в данном подрэнкинге, анализируя транспарентность отчетности компаний. Транспарентность отчетности иностранных компаний в плане их деятельности в России, к сожалению, не всегда очень хорошая. Даются хорошие параметры на уровне группы, но что происходит на самом деле на уровне России, далеко не всегда дается информация, подробная разбивка. Мы очень надеемся, что в будущем этот момент будет улучшаться. Мы даем им тоже свой фидбэк иностранным компаниям и обсуждаем это на различных площадках. Ну вот многих может удивить относительно плохое положение, например, компании Tetra Pak в данном рэнкинге. Ну вот это как результат недостаточной транспарентности раскрытия деятельности компании в России. Как всегда тоже напоминаю, можно писать вопросы в чате. И я передаю слово нашему следующему спикеру. Николай Владимирович, подключайтесь. Алло, у вас на мюте. Да, сейчас звук есть. Да, картинка есть? Картинки пока нет. А сейчас? Все еще нет. Расшарить экран вы сделали. Есть сейчас картинка? У меня пока не видно, Денис. У вас тоже нет. Нет, нет. Я предлагаю вариант открыть у нас вашу презентацию. И мы, да, вы будете просто говорить, когда нам переключать слайды. Да, ну давайте, хорошо, спасибо. Да, Денис, тогда откроют, и вы просто говорите. Иногда бывают осечки зума. Презентацию видно. Отлично. Да, сейчас видно. Да, хорошо. Уважаемые организаторы, уважаемые коллеги, сразу можно следующий слайд. Ну, уже компания Сегежа была представлена. Буквально несколько слов, чем мы отличаемся от других российских компаний. Существенное отличие – это то, что Сегежа Групп вертикально интегрированный холдинг, и то, что мы представлены во всех подотраслях лесного комплекса. Других таких компаний в России точно нет, потому что мы производим, в общем-то, все виды возможной продукции, включая лес и химию. Другим существенным отличием является наше активное присутствие на зарубежных рынках не только в части торговых операций, но и в части производства. У нас семь перерабатывающих бумагу и производящих бумажный мешок предприятий в Европе. Ну и третье существенное отличие, о чем пока наши уважаемые организаторы не сказали, но это открытая публичная информация. Мы первая лесная компания России, которая успешно вышла и разместилась на IPO. Собственно, это было результатом активного роста компании с момента своего основания или, скажем так, переконфигурации группы лесных активов в составе АФК-системы в 2014 году. Все базовые показатели от выручки до показателей по прибыли у ИДА выросли более чем в три раза фактически за пять лет. И у компании не менее амбициозные планы на следующий пятилетний и в целом десятилетний период. Следующий слайд можно? Собственно, здесь небольшая иллюстрация того, что мы производим. Вся продукция производимая, она относится, прекрасно вписывается в политику, в политике устойчивого развития, цикличной экономики. И, собственно, по большинству из производимой продукции можно сказать, что она и производится из возобновляемого ресурса и подлежит повторному применению. Либо имеет очень долгосрочный характер с точки зрения характеристик депонирования углерода. От 10 лет по бумаге и упаковке до 25 лет по фанере и строительным материалам на базе древесины. Что означает, что это дополнительный вклад данных продуктов и нашей компании в вопросы минимизации углеродного следа. И что еще хочу сказать, что вся эта продукция на 80% производится из контролируемой древесины непосредственно в устойчиво управляемых лесах Сегежа-Губ. К нам никак нельзя отнести претензии по экспорту необработанной древесины, либо, скажем так, включение в цикл переработки древесины сомнительного происхождения. Следующий слайд можно? Буквально коротко остановлюсь на оценке признанной в мировом масштабе роли лесной отрасли в реализации цели устойчивого развития ООН. Но уже об этом говорилось сегодня, я поэтому выделю из 17, в принципе, релевантных для лесов мира России, 11 целей. Я считаю, наиболее важными являются цель номер 15, устойчивое управление лесами и лесонасаждений. 13. Продукция из древесины как оптимальный заместитель невозобновляемых источников энергии и материалов. 12. За счет того, что продукция из древесины вся является идеалом для построения модели биоциркулярной экономики, тоже очень важная цель является. 11. И, собственно, вопросы, связанные с климатом, это то, что леса обеспечивают углеродопоглощение, углероддепонирование и продукция также, как я говорил раньше, обеспечивает углероддепонирование. Ну и тенденция последних 10 лет – это буквально развитие инновации по всем направлениям. Это и различные продукты упаковочные из бумаги, потребительские продукты из древесного сырья, строительные продукты, биотопливо – самые разнообразные направления. Следующий слайд можно? С точки зрения контекста европейской климатической повестки и мировой, с учетом Парижского соглашения и того развития, которое оно получит в этом, если точнее с учетом коррекции планов по проведению форума по лесам мира и, видимо, климатического форума, возможно, может быть, в следующем году сформируется окончательно вся необходимая нормативная база в рамках Парижского соглашения в части именно применения и установления стандартов расчета код, их ретрансляции, скажем так, на всей экономике. Но с точки зрения европейской повестки, собственно, мы следуем тому, что роль лесов, она ключевая в борьбе с изменениями климата. Это, собственно, способность лесов задерживать, поглощать углерод, возобновляемость и возможность применения принципов циркулярной экономики. Для нас это еще очень актуально, потому что эти принципы из каких-то идеологических перерастают, и буквально в июне в ЕС уже будет принято на законодательном уровне порядок регулирования трансграничного углеродного. И, исходя из того, что обсуждалось и обсуждается, вопросы квотирования, либо усыновления пошлин, либо акцизов, мы еще не знаем, какой будет окончательный вариант, может существенно повлиять на всю промышленность Российской Федерации, но и на, не только, так сказать, на уголь, сталь, алюминий, энергетику, но и на лесную отрасль по разным направлениям. Либо можно рассматривать как риски, то, что будут введены углеродные налоги на продукцию лесного комплекса, либо как возможность в случае, если все-таки продукция будет исключена из этого перечня, но будут признаны поглощающая способность лесов России, за что сейчас идет очень серьезный переговорный процесс. Следующий слайд, можно? Уже говорилось, я не буду подробно останавливаться на характеристиках лесов России. Это, конечно, гигантские абсолютно запасы с преобладанием реальных лесов. И, соответственно, большие конкурентные преимущества для производства такого основного базового продукта – это целлюлозы, которое может быть производным буквально по любому направлению развития. Это и в медицину, и в строительство, и в упаковку. Бесконечные способы применения ткани. Поэтому ключевой момент, конечно, это большие ресурсы России по хвойной целлюлозы, но и лиственную тоже не нужно списывать со счетов, она вполне применима для производства различных видов упаковки. Следующий слайд, пожалуйста. ESG, все знаем, понимаем, как это расшифровывается. Применительно к лесному сектору практически все вопросы, связанные с экологией, они абсолютно актуальны. И, я бы даже сказал, дают возможность получения существенного позитивного баланса за счет повышения энергоэффективности, перехода полностью на возобновляемые источники энергии. Обязательно нужно думать о сокращении выбросов, особенно это касается целлюлозобумажных производств. Решив вопросы выбросов через внедрение наилучших доступных технологий, мы в том числе повысим привлекательность не только для профессионального круга лиц, но и в целом для общества, потому что до сих пор существует предубеждение против производства целлюлоза как грязного. Современные виды производства, технологии, собственно, позволяют от этого отказаться. И еще раз вернусь к экономике замкнутого цикла, потому что это касается и энергии, и воды, и возможности неоднократного повторного использования базового сырья. Собственно, вопросы, связанные с социальной повесткой и управляемостью, можно их отдельно выделять, можно их рассматривать совместно с экологической повесткой, но я на этих двух компонентах остановлюсь чуть дальше. Следующий слайд, пожалуйста. История немножко вот этой ESG, конкретно структуре Сигежа Групп. Мы начали заниматься этим вопросом, скажем так, с 2016 года, более акцентированного с 2017 года, и слайда видно, где мы находились, на каком месте по этим направлениям, экология, социальный и управленческий аспект. И, собственно, мы для себя в начале года поставили задачу там, где мы находимся, скажем так, на самом начальном периоде, при актуализации своей политики, выйти на параметры, которые нам позволят в ближайшее время, точнее, к 2025 году, выйти на лидерские позиции не только в России, но и в мире. Следующий слайд, пожалуйста. В основу политики нашей по ESG и устойчивому развитию, которые абсолютно между собой коррелируются и взаимосвязаны, мы выделили инновационный лесной бизнес. Это развитие НИОКР, у нас, собственно, РНЗ-центр появился в этом году. Отражение ESG-трендов во всех функциональных стратегиях по нашим продуктовым и функциональным направлениям. Участие в оценках узнаваемости и, скажем так, устойчивого обращения к ESG-группу как поставщику-производителю. Из экологического аспекта у нас ключевым все-таки будет климат-ориентированное лесоуправление и производство. Очень важным для нас также параметром и направлением является обеспечение комфортной жизни в лесных регионах. Собственно, у нас компания называется Сегежа. Это город в республике Карелии, где находится сердце нашей компании. И у нас принята политика по существенному повышению уровня комфорта жизни в Сегеже. Это связано и с модернизацией, и переходом на абсолютно чистое экологическое производство базового комбината, но это, собственно, решение социальных вопросов на уровне города, как деятельность, один из видов деятельности компании, направленный на создание благоприятных условий жизни наших же работников, но и всех, кто связан с этим комбинатом. Также у нас важное направление – это ответственная цепочка поставок в лесной отрасли, собственно, тоже две классические цели и с целью устойчивого развития ООН. Следующий слайд, пожалуйста. Немного больше остановлюсь на инновационном лесном бизнесе. Что мы развиваем? Это использование вторичного сырья, что имеет очень существенное значение. В России в целом мы отстаем от Европы и Штатов, наверное, в три раза по использованию макулатуры. У нас, наверное, на уровне 30% использования, в среднем в мире от 60 до 80. Работаем над характеристиками мешочной бумаги и непосредственно мешков потребительской упаковки. Создаем либо переносим технологии существенно важные, которые и улучшают потребительские свойства фанеры и других продуктов, но и являются более адекватным с точки зрения экологической и социальной повестки. Практически перешли по всем предприятиям на энергетику из отходов заготовки либо переработки древесины. Активнейшее участие принимаем в развитии деревянного домостроения по двумным управлениям, внедрении современных технологий. В частности, открыли совсем недавно новое производство, которое нам позволит еще более продвинуться по направлению индустриального домостроения и созданию домокомплектов заводской готовности. И второе направление – это создание необходимой нормативной правовой базы. По этому направлению мы активнейшим образом работаем с Минпромторгом и Минстроем. Также это управление системой качеством, выход на высшие уровни лояльности клиентов, Сигежи групп и другие направления. Следующий слайд, пожалуйста. По комфортной жизни, по основному направлению я уже сказал, как мы смотрим на наши лесные регионы. Но есть еще и такие аспекты, как безопасность непосредственно на производстве. Мы продолжаем внедрение технических организационных мероприятий по предотвращению травматизма вышли на низкие для себя показатели по чистоте травматизма. Но у нас гораздо более амбициозные цели на 2021-2025 год по этому направлению. Создание справедливых условий труда касается совершенно различных аспектов от системы мотивации персонала, так как возможность горизонтального роста внутри компании, возможность вертикального роста за счет того, что компания динамично развивается, открываются новые производства и можно, так сказать, расти по самым разным направлениям. Также мы являемся энергообеспечивающей компанией практически в большинстве регионов нашего присутствия. Это уже и Сегежа, о которой я говорил. Также это Онега, где мы полностью обеспечиваем город энергетикой. Другие направления. Ну и, естественно, мы еще работаем над тем, чтобы повысить свою узнаваемость среди молодых специалистов, среди образовательных учреждений. Мы работаем над своим рейтингом, как работодателям. Следующий слайд, пожалуйста. Уже, собственно, говорилось о сертификации лесной. Базово признанных на мировом уровне их две системы. Наиболее известная система FSC, вторая PSC. Мы, собственно, сертифицируемся регулярно. Сегодняшний уровень чуть меньше 90% связан с тем, что у нас ряд новых активов были приобретены буквально в течение последних двух лет. И к концу этого года мы выйдем снова на уровень порядка 95%. Соответственно, иные мероприятия связаны с организацией системы закупок. Мы стремимся к росту доли закупок на уровне локальном, региональном и, в принципе, скажем так, российском. Проверяем контрагентов, взаимодействуем с налоговыми службами для того, чтобы иметь дело с проверенными добросовестными поставщиками продукции, сырья и услуг. Климат, ориентированное лесоуправление, как это выглядит конкретно на наших предприятиях. Сигежский ЦБК – строительство очистных сооружений, реконструкция содорегенерационного котла. Сокольский ДОК – это решение вопросов комплексной утилизации кородревесных отходов с одновременным включением их в энергетическую схему. Онежский ЛДК – создание мощнейшей в Европе котельной на отходах деревообработки порядка 50 мегаватт. Вятский фанерный комбинат – создание новых очистных сооружений. Тоже касается и нашего целевозного производства в городе Сокол. Западные активы тоже показывают хорошие примеры перехода на энергетику, производимую из возобновляемых источников, в частности, наш завод в Дании, в городе Альберг. Как мы понимаем устойчивое лесопользование и лесовосстановление? Это переход на интенсивную, ну или, скажем так, скандинавскую модель, когда мы от пионерного освоения новых массивов занимаемся тем, что лучше ухаживаем за лесом, лучше занимаемся лесовосстановлением и обеспечиваем увеличение поставок сырья на растущее производство за счет промежуточных рубок и рубок ухода. При этом, естественно, так как мы привержены политикам, связанных с международной сертификацией, у нас задача в отчетность и в цели сохранения сертификатов при ежегодном аудите – это сохранение биоразнообразия в наших лесах. С точки зрения стратегии декарбонизации, наша задача – быть все время положительным, по крайней мере, выйти на ноль к началу следующего года. Оценка статуса сегодняшнего нами сейчас завершается, остановлюсь на этом немного позже. Но мы должны сокращать выбросы парниковых газов и увеличивать составляющую поглощения углерода и депонирования углерода нашими лесами и нашей продукцией. Собственно, понятия отхода деревообработки у нас практически уже не существует, так как мы используем это для энергетики, либо для каких-то следующих переделок. Сейчас мы уже озаботились о том, чтобы повторное использование ранее произведенной продукции коснулось не только макулатуры, но и всех видов переработки леса. Следующий слайд, пожалуйста. Видимо, еще следующий. Остановлюсь на нескольких примерах. То, что мы называем инновационной составляющей, в лесной отрасли, в частности, Сигежи Группы. Но опять-таки вернусь к первому нашему производству открытому CLT-панелей. Это достаточно современная технология, впервые, так сказать, созданная в России. Чем она позитивна с точки зрения ESG-повестки? То, что единственный материал – это дерево, которое дает отрицательный углеродный след. На слайде видно сравнение сопоставления с бетоном, сталью, кирпичом. В целом, если брать полный цикл зданий, сооружений, мостов, чего угодно, на базе CLT и клееных деревянных конструкций, то дополнительный выигрыш состоит еще не только в самом строительстве, но и в нулевом этапе подготовки к строительству. Меньше нужно расходов на фундамент, не такие расходы нужны на подготовку производства. За счет меньшего веса, меньший расход топлива при подготовке, при перевозке на всех этапах строительства. Ну и конечный, собственно, этап любого жизненного цикла – утилизация здания из CLT, либо клееных конструкций, либо иных деревянных конструкций, она значительно дешевле, чем из традиционных материалов. Вес тоже традиционный, но на каком-то этапе потерял эту характеристику. Следующий слайд, пожалуйста. Другое направление для инновации – это упаковка. Мы предлагаем, по сути, уже не просто упаковочную бумагу либо какие-то стандартные мешки. Мы под различных клиентов, индустриальных строителей, либо производителей пищевой продукции, мы, собственно, делаем мешок под клиента. Это еще в большей степени касается наших мешков для ритейла. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это вот последние наши мешки для овощной продукции, потому что все-таки пластиковые, пластиковые небиоразлагаемые упаковки в рознице все-таки еще очень много, и мы пытаемся для торговых сетей предлагать какие-то эффективные решения для них, для нас и для клиентов. Мы с удовольствием наблюдаем за тем, что количество клиентов, которые небезразлично относятся к видам упаковки, растет. Следующий слайд, пожалуйста. Один из составляющих климатической повестки в принципе реализации целей устойчивого развития это проекты в области биоэкономики. Собственно, современные целлюлозобумажные производства это уже не целлюлозобумажные производства, а биотехнологические комплексы. Ранее, там еще 20 лет назад, сегодня еще некоторые производства в России потребляют электроэнергию извне, иногда даже тепловую энергию. На сегодняшний день современные целлюлозобумажные производства это генераторы электро- и тепловой энергии. Соответственно, кроме производства основного продукта мы еще энергоизбыточные и, соответственно, являемся одним из производителей из возобновляемых ее источников. Важное для нас направление производства биотоплива тоже из наших же отходов либо деревообработки, либо заготовки древесины и полностью исключение углеводородов из нашей энергетики. Следующий слайд, пожалуйста. Вернусь, наверное, все-таки к важнейшей составляющей любого лесного бизнеса, но бизнеса Сигежи Групп в частности, потому что наша политика последние 4 года она четко совершенно ориентирована на доведение доли собственной лесоресурсной базы до 100%. Сегодня мы подошли примерно к 80%. По направлениям, по подотраслям это от 40% для фанерных заводов до 89% по деревообработке. Еще раз говорю, будем стремиться с одной стороны к 100%, чтобы повысить свою конкурентоспособность и сырьевую обеспеченность и, главное, безопасность. Но и будем идти по другому направлению, чтобы всю нашу лесосеку оптимальным образом перерабатывать и сокращать долю перестойных лесов. И сейчас специально разрабатываем программу под ранее неликвидную древесину с тем, чтобы это понятие вообще исключить. По крайней мере, из нашей лесосеки будем использовать все древесное сырье, включая березу, осину. Это будет и переработка в целлюлозу и в подобные продукты, так называемую термомеханическую массу. Соответственно, базовая интегрированная модель это устойчивое управление лесными ресурсами, лесовосстановление, на чем остановлюсь дальше, и полное вовлечение всего лесного ресурса в переработку, как основа идеологии этого. Следующий слайд, пожалуйста. Еще раз повторюсь, что в ESG сложно один компонент отделить от другого. Система управления нашими лесными активами может относиться как к экологии, так и к социальному аспекту, так и к управленческому, потому что за счет этой системы мы внедряем принципы устойчивого управления лесами за счет планирования и оптимизации заготовки, строительства лесных дорог, лесовосстановления. И мы, собственно, тот горизонт планирования, который нам установлен государством, 10 лет срок действия проекта освоения лесов, мы его переносим на свою систему управления, но мы еще прогнозируем, собственно, состояние лесов, будем прогнозировать, мы сейчас работаем над этой программой, до конца года закончим, будем прогнозировать на период нашей аренды, то есть горизонт планирования будем расширять по меньшей мере до 25-30 лет, в идеале до 49 лет. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один важный момент, то что мы переходим на скандинавскую модель, не знаю, насколько у нас сейчас широка аудитория, отраслевая, не отраслевая, но если очень коротко, это принцип постепенного и многократного использования леса через заготовку, которая позволяет за счет ухода в промежуточных рубок увеличить объем древесины, который может быть срублен в течение цикла оборота древостоя, с примерно полутора кубометра с гектара, как это в среднем России, до четырех-пяти кубометров с гектара, как это реализовано в Скандинавии, собственно, страны, которые являются авторами этой модели. И у нас площадь лесовосстановления практически вышла на гарантируемые требуемые параметры по российскому законодательству, но мы будем стремиться к 100%, и если, собственно, наши усилия по лесовосстановлению будут адекватно оценены при оценке поглощающей способности лесов, мы будем выходить на более высокие параметры за счет того, что в каждом регионе России, к сожалению, существует достаточно большой фонд лесовосстановления, это не заросшие вырубки прошлых лет, гарри, прочие, скажем так, площади, которые нуждаются в лесовосстановлении. Суммарно по России это порядка 100 миллионов гектар. Соответственно, площади позволяют, мы будем развивать вот эти посадки, в том числе за счет тех питомников, которые мы планируем и уже создаем. Первый питомник по производству сеянцев с закрытой корневой системой мы запускаем в сентябре этого года в городе Шарья Костромской области. И, собственно, наш план – это полностью перейти на самообеспечение по посадочному материалу в течение пятилетнего периода и потом, возможно, выделить это в какое-то отдельное направление, отдельный бизнес, потому что с учетом усилий государства по компенсационному лесовосстановлению рынок для сеянцев с закрытым материалом создается весьма-весьма неплохой. Следующий слайд можно? Ну, здесь уже больше, скажем так, примеры. Верхний ряд, как выглядит лес по традиционной схеме заготовки древесины, так называемой, экстенсивной, как он выглядит при интенсивной модели. Это нижний ряд. Картинка справа – это наш лесной участок в Карелии, где мы, собственно, одни из первых, если не первые, внедряем интенсивную модель и совершенно точно были главным инициатором и участником в разработке всей необходимой нормативной базы по интенсификации использования и, главное, восстановлению лесов в Республике Карелия. Следующий слайд, пожалуйста. Хочу сказать, что, в принципе, с чего начал, что климатическая повестка – это и риски большие для промышленности, в частности лесной, но это и большие возможности и иногда уже необходимость. И все больше и все быстрее внедрение принципов устойчивого развития, устойчивого лесопользования станет необходимостью для всех компаний с точки зрения разных аспектов. Я уже говорил, что мы успешно прошли IPO в апреле этого года. Невозможная совершенно была бы процедура, если бы нами не был бы представлен инвестором такой раскрытый и понятный блок по ESG с расшифровкой нашей климатической политики. Оценочно мы смотрели, что может нам это дать в качестве возврата от наших инвестиций в экологию. В принципе, достаточно интересно, если предварительные оценки оправдаются по нашим карельским активам, то положительный баланс при условии того, что будут достигнуты соответствующие договоренности между российским правительством и ЕС, и, собственно, срастутся все компоненты. По Республике Карелия, базовому нашему активу, мы сможем предъявлять рынку на сумму до 5 миллиардов рублей в год углеродных единиц. При тех допущениях, которые я сказал, и по базовым расчетам, которые приведены на этом слайде. Какие еще могут быть прямые косвенные денежные возвраты, усилий и, собственно, согласие акционеров на такие расходы со стороны менеджмента компаний? Это возможность удешевления финансирования. Все больше, скажем так, наши банки, это и ВЭП, и СБЕР, и ВТБ продвигаются по линии поощрения зеленого кредитования. Собственно, уже есть нормативная база, уже есть постановление правительства о порядке субсидирования экологических проектов, которые нацелены на внедрение наилучших доступных технологий, получение комплексных экологических разрешений, ну и, собственно, прямое снижение вредных выбросов. База уже есть, мы сейчас активно работаем с Минпромторгом и начинаем работать с банками, с тем, чтобы, собственно, продвинуться по этому направлению. Что это может дать? Снижение ставки эффективной по рублям до 2-2,5% годовых при реализации зеленых проектов, либо переходе с обычных облигаций на зеленые облигации, соответственно, субсидированием выплат купонного дохода. Спасибо, это был последний содержательный слайд. Достаточно у меня получилось длинное выступление. Большое спасибо за внимание. Если остались какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое за очень интересную и подробную презентацию. Я думаю, что всем слушателям было очень полезно. Уже идут вопросы в чате. Первый вопрос. Вы можете прокомментировать рост физических рисков изменения климата для Вашей деятельности? В частности, учащение температурных аномалий и, как следствие, лесных пожаров. Как Вы оцениваете такие риски? Они существуют. В принципе, пожары – ежегодное природное явление, которое происходит по всему миру. Но с учетом тех изменений, которые в климате произошли на уровне климата, существенно изменилась длительность пожароопасного сезона, в частности, в России. Если раньше он начинался в апреле, заканчивался в октябре, сейчас практически это 365 дней в году. И, соответственно, эти риски можно нивелировать только улучшением управляемости в лесах. Значит, нужно проводить больше профилактических противопожарных мероприятий, нужно улучшать систему мониторинга за пожарами с тем, чтобы быстрее реагировать на эти природные явления. Если говорить о Сигеже-группах, у нас таких больших проблем с пожарами в нашей арендной базе по европейской части, ответственно говорю, что нет. Были в прошлом году в меньшей степени, чем, скажем, в 2018 году. А в Красноярском крае, но как мы решаем этот вопрос? Взаимодействуем с региональными властями, мы включены в общий план, сходный план тушения пожаров по Красноярскому краю. Наши все бизнес-единицы по лесозаготовке обеспечены, ну и даже переобеспечены необходимой техникой для предотвращения тушения лесных пожаров в соответствии с нормативами Рослесхоза. Но это такое существенное направление, потому что мы видим по этому году, что пожары возникают, например, в тех областях, где их, скажем так, не было в таких масштабах. Я говорю об Омской и Тюменской области, на которые мы тоже, кстати, смотрим, как возможный регион для развития. Но, скажем так, то, что происходит в этом году в Тюмени, это вот резкий рост и удержание температуры на небывало высоком уровне. Значит, при планировании очередного пожароопасного сезона нужно будет регионы эти риски учитывать и повышать обеспеченность силами и средствами заблаговременно, уже с учетом уроков этого сезона. Есть еще последствия климатические, совершенно иного рода. Это изменение климата повлияло на скорость роста и прироста, собственно, биомассы в лесах. Недавно Рослесхоз проводил исследование сопоставления данных инвентаризации лесов с, скажем так, традиционными таблицами хода роста древостоев и показателей объективного контроля. И вот эти таблицы хода роста отличаются между собой. Есть предварительные данные о том, что рост за счет изменений климата, потепления, он быстрее происходит. Не буду сейчас на этом останавливаться, могут быть разные от этого последствия, но там общий объем запасов, он увеличился. Спасибо. Следующий вопрос у нас в чате. Планируете ли вы развиваться в направлении лесовосстановления и лесонаслаждения с последующей продажей сертификатов поглощения углерода на международных рынках? Мне кажется, этот момент был затронут в презентации. Мне кажется, я долго и нудно на эту тему говорил. Да, я думаю, что наш слушатель Евгений упустил момент где-то примерно 15 минут назад. Я могу коротко повторить, да, планируем, точнее уже занимаемся этим, потому что должны это делать в силу подписанных арендных договоров, в силу наших обязательств, как у публичной компании и по очень многим направлениям и в том числе по лесовосстановлению создание сети питомников это еще выгодно и то есть может в основном либо полностью закрывать затраты по этому направлению. В чате появилось уточнение от автора вопроса. Упор делается на международные рынки, то есть не только в России, но и на международные рынки вы планируете. Продажа сертификатов. Совершенно мы смотрим и на российский рынок, и на международный рынок. Международный рынок он существует пока на уровне скажем так добровольных соглашений, а международный рынок может быть структурирован после того, как будет принято законодательство ЕС и пройдут все согласительные процедуры и споры, насколько оно будет соответствовать правилам ВТО. Когда будет полностью разработано шестой, по-моему, параграф Парижского соглашения, тогда мы сможем говорить о полноценном международном механизме с такой с понятной ценой огромной единицы. Потому что по добровольным системам цена офсета от 1 до 10 евро в Европе тонны поглощения уже стоят 60 евро, что совершенно трагическим образом влияет на стоимость энергоресурсов большинства материалов уже в Европе. Поэтому какая цена в итоге сложится при механизме более-менее таком обязательном, сейчас сложно прогнозировать, мы думаем, что это будет диапазон 30-50 все-таки евро за тонну. Мы рассчитываем, что в первую очередь мы будем общаться с нашими коллегами из других индустрий в России, потому что там, скажем, для Лукойла или Русала или Северстали последствия введения углеродного налога могут быть гораздо более быстрые, чем для нашей отрасли и гораздо более существенные с точки зрения объемов платежей, которые нужно будет платить. Поэтому мы в первую очередь рассчитываем на российскую промышленность, на российское правительство, которое вот эти квоты сделает ликвидными, легальными, верифицируемыми на мировом уровне. Я думаю, в первую очередь ЕС, потом Штаты, неизбежно Китай и, собственно, по сути, весь мир. Поэтому планируем и по этому и по другому направлению, но они между собой взаимосвязаны, потому что у нас все индустрии доходные, они в той или иной степени завязаны на экспорт. Спасибо. Еще один вопрос в чате, мне кажется, он тоже был затронут. На какой срок рассчитана ваша программа действий? Я думаю, это горизонт стратегии. На какой горизонт стратегия получается? У нас стратегия на горизонт до 25-го года, но понятно, что есть ориентиры до 30-го года. Мы инкорпорированы в лесной комплекс Российской Федерации. Как уже говорилось сегодня, принята стратегия до конца 2030-го года, и сейчас дорабатывается план мероприятий по реализации стратегии развития лесного комплекса до 30-го года. Соответственно, мы в этом принимаем активное участие наряду с нашими коллегами из индустрии Лимом, Жологодскими лесопромышленниками, Архангельским ЦБК. Ну и, соответственно, при планировании своей стратегии или каких-то там горизонтов за 25-й год учитываем вот эти материалы. Дальше планировать достаточно сложно, но сейчас вообще стратегия это документ скорее установки ориентиров и инструментов мониторинга и коррекции, чем создание такого документа а-ля план пятой пятилетки. Ну, тем не менее, мы этим занимаемся. Спасибо. Да, действительно, баланс нужен между тем, чтобы что-то конкретное, потому что что-то абсолютно конкретное сложить на долгий срок невозможно и чем-то реализуемым. Денис, у вас был вопрос? Я извиняюсь, перебил. У меня есть один подфинал, наверное, практический вопрос, узкий, но практический. Вот вы упомянули, что компания вышла на рынок, стала публичной. Сейчас цель привлечения дешевого финансирования, возможно, с акцентом на ESG, зеленое финансирование. Есть программы государственные по развитию, по стимулированию развития данного финансирования, в частности, в ЭБРФ, у них в таксономии целый раздел посвящен лесной отрасли. Я хотел бы вам задать вопрос. Вы видите для себя возможности в России по получению данного финансирования с учетом удешевления ресурсов, насколько они сейчас реальны, насколько они требуют доработки, либо, возможно, вы смотрите больше на внешние рынки привлечения финансирования, европейские рынки капиталов. Какие может быть ваши рекомендации либо пожелания, чего не хватает, например, для развития стимулирования зеленого финансирования в России? Да, спасибо большое. Мы, собственно, наша цель не получения дешевого финансирования, а развития компании. То есть после публичного размещения у нас, кстати, по-моему, более 70% долгосрочных иностранных инвесторов, после публичного размещения у нас тут же была утверждена скорректированная стратегия, и, собственно, пакет наших инвест-проектов сейчас превышает утвержденных 70 миллиардов рублей, а перспективных превышает 200 миллиардов рублей на ближайшие 7 лет. И, соответственно, финансирование желательно дешевое, это инструмент. И мы смотрим по двум направлениям. В каждом нашем проекте есть часть, которая может быть профинансирована за счет западных источников, которые, безусловно, будут смотреть на нашу ESG политику, практику, достижения и выполнения этих требований. Но это в основном касается части оборудования. Оно в нашей отрасли до 99% все импортное. Соответственно, есть политики экспортных страховых агентств, непосредственно производителей, финансирующих организаций, здесь все понятно. Здесь рекомендация для тех, кто выходит на эти рынки одна, следовать их практикам и требованиям. Но в любом нашем от 20% до 40% есть доля, которая может быть профинансирована за счет российских источников. Это в том, что касается строительства, подготовки, каких-то инфраструктурных вещей. Соответственно, здесь мы хотели бы привлекаться поставкам, сопоставимым с западным финансированием в рублях за счет субсидирования либо купонного дохода, либо субсидирования процентной ставки. Все ли для этого сделано? Наверное, нет. Но если говорить, если сравнивать ситуацию 2019-2020 года и ситуацию на сегодняшний день, то она изменилась, и мы в июне будем пробовать подавать на конкурс Минпромторг документы по трем проектам для того, чтобы быть включенными в перечень проектов по зеленому финансированию. Есть уже целый ряд документов распоряжений и постановлений правительства. Зеленую таксономию в частности называли. ВЭП это делает как организация полномоченная правительством на организацию этих процессов. Поэтому я считаю, что успехи по этому направлению есть. Мы будем двигаться и совместно с регулятором пытаться что-то корректировать, если регулирование не соответствует практике либо тем проектам, которые могут быть реализованы, либо плохо сочетаются с принципами западного зеленого финансирования. Понятно. Спасибо большое. Вот вы, кстати, в частности упомянули про экспортное финансирование на покупку оборудования. Да, вот есть такие интересные примеры. Вот в частности банк МКБ тоже открыл торговое финансирование под ESG-рейтинг в немецком банке Банк Ландесбанк Банден-Вютермерк с привязкой к ESG-рейтингу. То есть такие практики есть, такие практики на Западе они развиваются и в данном случае, конечно, ESG-показатели компании, они имеют большое значение для в целом для привлечения финансирования и развития. Вот. Спасибо. Коллеги, у нас остался один вопрос в чате. Последние вопросы закругляемся. без испытательных полигонов по усвоению углерода лесами в разных регионах трудно планировать лесные оффсеты. Что вы планируете с этим делать? У вас микрофон отключен. Да, я извините. Вопрос дискуссионный. Нельзя сказать, что невозможно планирование оффсетов без полигонов. Потому что есть методики. Но я согласен с автором вопроса, что методики получения этих данных расчетным путем, исходя из принятых на сегодняшний день стандартов ЕС либо Росгидромета, оно собственно требует дополнения как всегда там любые камеральные работы без каких-то полевых они не всегда полноценно будут отражать реальную картину и, скажем так, не настолько будут восприниматься с нужной степенью доверия. Я думаю, что нужно и методику на уровне Минприроды Российской Федерации дорабатывать, достойно защитить нормальный уровень поглощения лесами углерода как собственно биомассой, так и землей, ну неважно, всеми компонентами леса. Но наличие опытных полигонов, я знаю, в Калужской области есть такой полигон, абсолютно необходимо для того, чтобы подтверждать вот эти расчетные методы фактическими замерами. И количество этих полигонов должно либо коррелировать с количеством лесорастительных районов в России, если говорить о лесе, либо с количеством вообще в целом субъектов России, и тогда нужно смотреть вот это поглощение лесами, болотами, сельхозугодиями. Уверен, что такие полигоны нужны, не соглашусь, что без них вообще никак нельзя ничего предварительно посчитать. Считаю, что в сочетании камеральных вот этих расчетов и опытных полигонов будет достигнут оптимальный по сути ежегодно контролируемый результат. Спасибо. Спасибо большое Николай Владимирович за очень интересную презентацию, за ответ на все вопросы, даже самые каверзные. Спасибо нашим слушателям. Небольшой анонс следующей темы вебинара. На следующей неделе в среду мы снова встречаемся. как и всегда будет следующий вебинар по теме стратегии Сибура по экологии. И далее через две недели мы встретимся по теме роль цифровых компаний в движении природной нейтральности. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо большое за презентацию. Спасибо коллеги за организацию и за помощь, потому что я так и не разобрался какую-то презентацию крутить. Современные технологии иногда подводят. Мы ближе к топору все-таки как бы не похвалились. 2 июня планируют быть гости из МТС, кстати, да, ваши тоже. Ну, они гораздо более продвинуты с точки зрения технической обеспеченности. Хорошо. Спасибо, Калина. Хорошего дня. Спасибо большое. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.